ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть по 28 апреля 2021 года включительно в отношении Копусова, Жарова, Пелевина. Расследование продолжается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Противозаконный бизнес организовал мужчина 91-го года рождения, находящийся в федеральном розыске. Лаборатория обнаружена в одном из частных домов в Калининском районе области. Сотрудниками полиции обнаружены изъяты 10 полимерных бутылок и 13 канистр с жидкостью, стеклянные емкости, в том числе с веществом и жидкостью желтого цвета, электронные весы с наслоением вещества и другие прекурсоры для производства наркотика. Сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области обнаружили, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон. Все изъятое направлено на химическую экспертизу. Следователям следственного отдела УМВД России по Калининскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. За изготовление и хранение наркотиков в крупном размере предусмотрено наказание на срок до 20 лет лишения свободы. А эти свертки с героином сотрудники УНК УМВД России по Тверской области обнаружили у 23-летнего гражданина ближнего зарубежья, подозреваемого в сбытии зелья посредством закладок. Наркозбытчик задержан во время очередной закладки. При личном досмотре у него обнаружены изъяты 53 свертка с героином. В ходе обыска на съемной квартире у мужчины обнаружены еще 220 свертков с героином, электронные весы, полимерные пакеты и телефоны. Установлено, что фигурант самостоятельно приобретал крупные партии наркотиков, а затем прятал закладки во дворах, фотографировал их и передавал координаты наркозависимым с помощью программ-мессенджеров. Полученные преступным путем деньги подозреваемый переводил родственникам в сопредельное государство. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.